Всем привет, меня зовут Николай Соболев. Очень важно, как мне кажется, было для каждого из нас несколько подождать, несколько выждать, пока эмоции не поутихнут, пока эмоции не перестанут перекрывать наш рассудок, потому что в такие моменты, когда происходит подобное, тебе не до фактов, тебе не до сухой аналитики. Мне точно было не до этого. Я непосредственно в Москве находился неподалеку от места трагедии, неподалеку от Крокус-Сити-Холла, где произошел самый страшный теракт за последние 10 лет. Очень сложно было сосредоточиться на мыслях, когда в голове возникали эти постоянные вопросы. Зачем? Почему? Какова цель? Спустя неделю нет никаких ответов, но есть очевидные социально-политические дискурсы. В русле этого дискурса будет предпринята попытка найти какую-то золотую середину между радикальными мнениями, когда одни люди предлагают казнить террористов прямо сегодня, прямо сейчас на Красной площади, как будто это всю проблему сразу же решит. С ними нужно расправляться на Красной площади, понимаете? И показывать это публично. А другие люди проявляют какое-то неадекватное сочувствие к террористам, проявляют эмпатию уровня дорожного булыжника. Да, трагичные ситуации, ну и что? Ну бывает такое, это нормально, такое случается, это жизнь. Ты смотришь на этих малолеток и думаешь, вот они же в нашей культуре растут. Ну как это возможно произнести? Соболезную, соболезную, соболезную. Одно ясно, любая трагедия подобного масштаба имеет ряд последствий. Это будут последствия на политическом уровне, где заострился этот вопрос, а хорошо ли мы защищены? Вот как это случилось? Как четыре таджика за 15 минут в столице России смогли сломать столько жизней? На уровне законодательном она ставит вопрос ребром о справедливом наказании. Все лидеры фракции Государственной Думы уже проголосовали за возвращение вот этой смертной казни. На уровне социальном трагедия выносит на берег наши собственные пороки. И тут моментально всплывают эти фекалии, все эти телеграм-каналы, которые дают ссылочку своим зрителям, мол, перейдите, посмотрите, вот здесь вот эксклюзивные кадры. Не хотите ли эксклюзивно взглянуть, как кого-то ухали, например? У меня нет слов, я такого цинизма давно не наблюдал, это же, понимаете, да? Тройной прайс. Пока другие люди неожиданно высказываются в поддержку, ломая собственные жизни, лидеры мнений и телеведущие, не дождавшись никаких результатов, вот этих следственных действий, сразу же выносят свои разоблачительные приговоры. Украина выглядит в полный рост. Пока другие лидеры мнений поскорее клепают свои видеоролики, вот состроив вот это экспертное лицо. Российские спецслужбы абсолютно продолбали. Выстраивая вот эти шизофренические теории. Четверо одинаково одетых мужчин, сидящие на одинаковом расстоянии вдоль прохода, начинают съемку еще до того, как началась стрельба, и потом синхронно кричали закрыть двери. Вы торговцы смертью буквально, когда из пыльных темников, вот ради этих громких острых заголовков, достаются якобы скелеты прошлого. И какой-нибудь журналист из Вильнюса, спустя час еще террористы не вышли из крокуса, начинает рассказывать, кто причастен в любой непонятной ситуации, Кремль устраивает какой-нибудь тракт. Вот именно через этот путь, а это настоящий тест на адекватность, будем проходить мы, будет проходить наше общество, стараясь ответить, как предотвратить новую трагедию. И почему, почему приказу? В священный для всех мусульман месяц Рамадан. Уроженцы Таджикистана, у которых семьи были, дети были, работа даже неплохая была у некоторых, Взяли оружие и совершили массовое *** 22 марта 2024 года, а? Для тех людей, кто старается искать необычное в обычном, очень много на самом деле вопросов возникает. И странностей в этой истории тоже очень много. Во-первых, это личность исполнителей. Вот кто это такие были? Как у них это получилось? Потому что, с одной стороны, мы видим трясущихся людей, один из которых работал барбером в Иваново, парикмахером, другой работал на стройке, а третий – Шамсуддин. Он летал в Турцию за две недели до теракта, был в Крокусе, улыбался. Фотографы очень не похожи на поведение террориста. Мы видим эти лица, мы видим под опросом уровень IQ. У меня и у моей кошки больше мозга, чем вот у этого. Чудище. Они кишлак родной перережут. И вот что страшно, вот именно это. Потому что, с одной стороны, мы видим вот этих классических мигрантов, которых толпа вот в любом городе вот именно таких, давайте честно. А с другой стороны, мы видим фантастическую хладнокровность на тех кадрах, которые я никому не советую смотреть никогда. Это была фантастическая хладнокровность. И как бы страшно это ни звучало, мы знаем пугающую эффективность. Действия людей, которые с трудом по-русски говорят. А тут, ну, стоит понимать. Вот вы были в Крокусе, вот я был не раз. Это огромный, гигантский, запутанный торговый центр. Шесть этажей, 49 конференц-залов, гипермаркеты, отели, магазины 90 гектаров площади. Четыре террориста внутри находились. Восемнадцать минуты они подъехали на машине, на белое Рено. Белый цвет, кстати, интересный выбор. Скоординированность действий вызывает недоумение. Восемнадцать минут. Я не очень разбираюсь в военной стратегии, но, исходя из всего, что я читал, я многое прочитал за эти дни. Работать по цели, определять другие цели неподготовленному человеку невозможно. У террористов это получилось, несмотря на безумную панику. Эта паника, причем, возникла с самого начала стрельбы. Паника, 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 тише. И да, за 18 минут террористы смогли поджечь, смогли спалить, воспламенить до тла гигантский торговый центр. Стоит сказать, что от непосредственного пожара и задымления погибло больше человек, чем от стрельбы. Вот это вот как-то возможно. Крокус строили из соломы. Они подошли помещение и в 20 часов 11 минут покинули здание. Конечно, вопрос о подготовленности к Крокусу один из основных вопросов, и он не должен замалчиваться. Где охрана? Вооруженный ЧОП, который не подъехал в пробки, видимо, застрял. Я уверен, что компетентные органы должны разобраться, а что за охрана такая? Мероприятие на 6 тысяч человек. А в эту пятницу ЧОП не государственный, не Росгвардии. Частный ЧОП. Три контролера без всякого оружия. Вот понять, а что это за аномалия? Вот кто эти люди? Кто это такие? Где оружие брали? Оружие они сам доставили. Кто они? Не знаю, по телеграмм написали без имя, без имя, без ничего. Которые смогли прогулочным шагом ходить, взрывать, стрелять. И вчетвером не растеряться, а затем собраться и уехать на той же машине, на белое Рено. Что это такое было? Это что за допинг? Это за 500 тысяч рублей вот эти люди смогли это сделать? Горок сурешат. Он проповедит сурешат. Много у нас таких боевых таджиков, впрочем, плевать даже на национальность. Вот много у нас таких людей, которые могут такое устроить? Это наемники, профессионалы. Опираясь на международный опыт, скажу, что работала большая команда, не меньше 20-25 человек. Мы можем увидеть только исполнителей в новостях, но участвовавших в этом чудовищном событии намного больше. Комментирует Андрей Приспешкин, это полковник запаса ФСБ, его комментарий привел телеграм-канал Колонал Касат. Приспешкин исключает отсутствие подготовки у этих исполнителей. С нуля необстрелянный не может так хладнокровно себя вести, даже находясь под воздействием каких-то психотропных препаратов. Навыки у них доведены до автоматизма. Перезарядка ружья, движение, взаимодействие. Видно, что у них есть опыт убийства людей, потому что, в общем-то, не каждый может с первого раза так вот хладнокровно добивать людей, женщин, детей. Видели, что они были натренированы, увидели у них тактическую слаженность, видели, как они передвигались, видели, как они отслеживали взглядом дула автоматов, поворачивая их. Очень большое пространство для конспирологии было в первую неделю. Очень многие люди погрузились в эту конспирологию, стоит сказать, я абсолютно убежден, а кадры убедительно доказывают, что одежда тех боевиков из Крокуса идентична той одежде, которую мы видели на террористах во время допросов. Но поверить в то, что это были барберы из Иваново или там строители, которые изучили план местности и после предоплаты на карточку пошли стрелять людей. Ну вот смотри, вот у нас подошли же пацаны мусульмане, чеченцы, и задали ему вопрос, ты же, говорит, мусульманин, как ты священный пост, Румардан мог устроить это? Мне нужны были деньги, у меня плохое положение. Один говорит, я за 500 тысяч, но это нам они отвечали, может сейчас уже спецслужб на допросе другое говорят. Совершенно невозможно, либо люди на экране, это искусная подмена, во что я совершенно не верю, либо эти люди совсем не те, за кого себя выдавали. И самое главное иметь опыт боевых действий, все остальное нарабатывается, пишет Приспешкин. Ну то, что готовились, это однозначно, однозначно. Во-вторых, это обязательная подготовка, которая была необходима, разработка плана, разработка местности, это автоматизм движения, это скорость реакции, где проходила эта подготовка. Я убежден, что это будет выяснено, но все равно остается открытым вопрос. Почему такой контраст между подготовкой операции и очевидными проколами, которые мы видим в исполнении самого отхода? Ну и неподготовленные они были в этом плане, потому что очень легко одеты, и они не думали, что они попадут на болото. Они были неподготовлены к переходу, потому что одеты очень легко, как будто сейчас весна, там лето, блин. Люди смогли взорвать крокус, но не смогли поменять машину. Почему, если хотели спрятаться, хотели скрыться, то не скрывали лица? Мы видим по видеороликам, что лица были без масок. Куда ехали вообще? Границы по прямой? Почему в толпе не затерялись эти люди? Людей-то масса была, все бежали. Пять тысяч человек, суматоха страшная. Поняли, что люди уже потихоньку начали двигаться туда, мы выбегаем, и на середине эскалатора просто разворачиваются люди с криками «возвращайтесь, они уже там внизу». Второй вопрос на этой неделе волновал вообще абсолютно всех, он наиболее остро стоит до сих пор. Какой мотив? Кто это сделал? И кто заказчик? Идемки в Украине? Конечно, Украина. Конечно, не возникает ни капли сомнения, что Украина имеет мотив, а украинцы ненавидят русских. Как говорится, роллы Крокус Сити Холл в баре Офензева не дадут соврать. Рабы не чувствуют ответственности за свою недострану? Уже во время монтажа выпуска СК арестовал еще одного подозреваемого, а в распоряжении следствия появились данные о получении исполнителями теракта криптовалюты от неких украинских националистов. Ну что ж, отныне версия о причастности Украины, вероятно, станет основной официальной. Но в области публичных аргументов каждый спикер, кто пытается как-то подкрепить эту версию, испытывает определенные проблемы. США сказали, что не Украина, ну значит точно Украина. Очень удобно. Первое, что приходит в голову. ИГИЛ строго говоря с Украиной не связан, но Украины не подумают. Ну понятно, что внутри этой конструкции уже заложен необходимый тезис, и этот тезис, он абсолютно не вариативен. То есть мы получаем ситуацию, когда если США промолчали, молчат, потому что Украина. США сказали, что это не Украина. Они врут, это Украина. США сказали, что это Украина. Ну тогда уж точно Украина. Кто бы сомневался. Это они сами. Это наши небратья, так называемые. И их дрессировщики. Сама мысль о том, что Украина может быть причастна, если честно, вызывает ужас, и в эту версию не хочется и не можется верить. Но если отбросить эмоции и представить, что мы в регионе настолько озверели и до такого докатились, конечно, подобные предположения крайне логичные и мотивы есть. У Украины просто нет мотива. Это вранье. Мотивом может быть раскол, мотивом может быть мстительность, мотивом может быть попытка организовать здесь гражданскую войну. Вы скажете, безумие? Начинается гражданская война. Я всегда говорил, что если что-то и начнется в России, это будет начинаться со столицы. Ну вот только обстрелы города Белгорода, которые не могут привести ни к какому результату, кроме как к еще большему остервенению, также совершенно безумные, абсолютно неэффективные, контрпродуктивные. Это безумие, откровенно говоря, попытки пиар-акции, направленные на отвлечение украинского общественного мнения от сложного положения на фронте. И главное, это будет стоить очень дорого. В любом случае остается непонятным, в рамках какого плана террористы ехали к украинской границе, если это действительно было целенаправленным движением именно туда. Они понимали, что в Беларусь заходить нельзя. Но даже если так, даже если это действительно имеет место быть, очень сложно представить, что украинцы, например, организаторы действительно беспокоили за жизни этих таджиков-боевиков. И сказали, мол, террористы, сделайте дело, сразу же едьте вот к нам на украинскую границу, мы вас там встретим. За одно след приведет именно к нам. Это люди, которые не стоят ничего, копейки для них. Ну вот серьезно, ну а зачем, хочется спросить. Ну неужели кто-то правда верит, что эти люди больше, чем расходный материал? Зачем же их к себе везти? Зачем их встречать вообще? Денег доплатить или грамоту выдать? Нет никаких сомнений, что их там бы и грохнули. После подобного теракта, да никто в здравом уме представить бы себе не смог, что эти люди смогут уйти от погони. Уйти от всех подразделений силовиков, которые моментально были бы подняты по тревоге. Дебильнейший план отхода. Они не подготовились к переходу, они думали, что как по Красной площади проедут, что ли, спокойно и все. Еще слабее всю неделю выглядела версия о том, что Путин, ФСБ решили сами теракт устроить. Какие-то спецслужбы делали, соответственно, кроме российских спецслужб здесь подозревать особо не некого. Конечно, мерзко наблюдать за тем, как трагедию буквально используют для того, чтобы побольнее пнуть вот этот ненавистный кровавый режим. При этом ФСБ и лично Путин очень виноваты в этом теракте. За последние два года наше государство, кажется, утратило вообще все ориентиры. Слушайте, ребята, а вот 7 октября, когда через границу Израиля боевики на мопедах прорвались и начали убивать людей, что вы такие лица-то не строили, а? Настолько плохо работают. Что-то как-то вы попридержали эту риторику. Что-то я не слышал от вас вот этих яростных обвинений израильских спецслужб. Россия сейчас не способна контролировать даже свою собственную территорию. Но это ладно. Гораздо интереснее догадки про причастность ФСБ. Но это вот клиника. Неделю люди разглядывают синие свитера. Да, это якобы сотрудников ФСБ. Из крокуса решили одинаково одеть. Четверо одинаково одетых мужчин, сидящих на одинаковом расстоянии вдоль прохода. Фантастика. Синие свитера, джинсы. Ну, точно силовики. А если бы вот были белые пола, то это были бы американцы. Американские спецслужбы, да? Физиогномисты из твитера особенно преуспели. Они нашли сходство человека из зала и сотрудника при задержании. Не обратив внимания, что у сотрудника на кадрах есть борода. А вот случайный зритель в зале сидит гладко выбритый. Кто это? Пособники террористам. Рязанский сахар. Ну да, ФСБ наняли таджиков для того, чтобы как-то после выборов раскачать миграционную тему. А дальше отпустили их после теракта. Ловили там, бегали по лесу. Судили публично, да? Наняли таджиков, чтобы посудить Украину. А что насчет ИГИЛ, который мимо не проходил? Это никакой не ИГИЛ. Ну, по всей видимости, все-таки, к сожалению, проходил. Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов. С чего так решили? Ну, есть косвенные улики. Вот, например, фото и видео террористов было выложено на ресурсах ИГИЛ, а сам ИГИЛ взял ответственность. Невозможно не знать, что об угрозе вело яд Харасана. Это самые радикальные радикалы из всех, которые выступают в том числе и против Талибан. С которыми поддерживает связь Россия. Смертельные враги Талибан после изгнания американцев. И даже когда Талибан воевал с оккупантами, с натовскими войсками, с американскими войсками, этот ИГИЛ Харасан наносил удар по Талибану в спину постоянно. Об этой угрозе предупреждали очень давно. В том числе глава ФСБ Бортников делал это с 2017 года лично. Велояд Харасан наращивает потенциал, что со временем позволит ему перейти к совершению терактов за пределами Афганистана. Сообщал Бортников еще в 2019 году, Велояд Харасан и другие исламские группировки не переставали быть угрозой для России, к большому сожалению. Они действительно наращивали свой потенциал, и это видно даже по той активности, которую мы могли наблюдать в последний месяц. На это мало кто обращал внимания, но это было, это озвучивалось публично. Режим контртеррористической операции был введен в 19.30 субботы. К 9 вечера активная перестрелка прекратилась. Были слышны только одиночные выстрелы. Вот, например, три недели назад, 3 марта 2024 года, 12 часов боев в центре Карабулака, в Ингушетии, где спецназ России блокировал боевиков в многоэтажке. По информации силового ведомства, засевшие в квартире на четвертом этаже планировали устроить резонансные теракты. Вот на фоне слышны звуки перестрелки, а в небо поднимаются клубы дыма. Это были боевики ИГИЛы. Операция закончилась их уничтожением. В результате было убито 7 боевиков ИГИЛ, а это было публично. Но кто на это тогда обратил внимание? Какой-то Карабулак. Спустя три дня буквально, 7 марта 2024 года, ФСБ раскрывает террористическую ячейку, велоят Харасан. Члены ячейки готовили теракт в одном из еврейских учреждений Москвы. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление. У них было оружие, было много. 17 марта 2024 года, всего за 5 дней до теракта в Крокусе, ФСБ задерживает одного из лидеров ИГИЛ. По версии силовиков, радикал создал террористическую ячейку для совершения диверсии на территории московского региона. Он также был обезврежен. Это к слову о том, что силовики ФСБ задерживают только за лайки в социальных сетях. Человек и часы спецслужб уходят на такую вот фигню. Очень легко объяснить, почему Россия. Потому что Россия поддерживает режим Талибан, потому что Россия признала режим Талибан, потому что Россия проводит официальные встречи на уровне Министерства иностранных дел, постоянные встречи между делегацией Талибан. Ну, впрочем, также важно понимать, в какую эпоху мы живем. А мы живем в эпоху прокси-воин, когда воюют не напрямую, воюют из подполья. Нас интересует, кто заказчик. Кому это выгодно? ИГИЛ, и Хурасан могут использоваться кем угодно. И это абсолютно подтвержденная, известная мировая практика на протяжении десятилетий. Ну, во-первых, версия запрещенного в России ИГИЛ, он же ДАЕШ, никак не опровергает версию того, что за этим стоит американцы. Поскольку эта безумная террористическая, монструозная структура была создана американскими и частично израильскими спецслужбами, которая атаковала в основном мусульман. Конечно, не секрет, кто там раскачивал аль-Каиду и, безусловно, крайне наивно отрицать, что Запад нет, не может быть причастен. Они же предупреждали. Но то, что пока звучит в публичном пространстве. Мы хорошо понимаем, кто стоит за этой атакой. И здесь очевидно, это британские и американские спецслужбы. Пока по-прежнему звучит, как возможные версии наработки, как сказал сам Бортников во вторник. Вы назвали США, Британию, Украину. Вот три страны, которые стоят за терактом, так? Ну, думаю, что так. Во всяком случае, мы сейчас говорим о той фактуре, которой мы располагаем. Это общая, так сказать, информация. Но есть уже определенные наработки. Абсолютно точно вам скажу. У специальных служб есть информация, которая не из телеграмма, которая не может раскрываться во время следствия. Есть вероятность, что мы узнаем, кто эти люди. Есть вероятность, что не узнаем никогда. Но вопросов действительно очень много. Но вот вопрос, а что же делать и как реагировать, он остается актуальным до сих пор. И вот что я хочу сказать, друзья. Вот именно наш страх, вот именно наша боль, именно наше разочарование, именно наше остервенение, озверение, в том числе и по отношению друг к другу. Это и есть цель. И каждый раз, произнося подобное, разнес бы всю эту гниду, эту гадину, каждому этому псу вот так вот в нос, в голову. Нам нужно помнить, что организаторам плевать на этих исполнителей. Их форма это материал. Их цель реализовать идею. А наша предотвратить трагедию будущую, а не орать как сумасшедшие. Давайте всех казним, давайте четвертуем, давайте лошадьми тянем и сожжем. И выстрелим в сторону Украины из пушки. И показывать это публично. Вы правда думаете, что это остановит организаторов, которые захотели это сделать? Вы правда считаете, что это лучший способ предотвратить теракты? Мне кажется, наоборот, если жестокость, как мы знаем, порождает жестокость, вы можете себе представить, что породит особая жестокость. И особенно мне хочется сказать, и пусть прозвучит непопулярно, осуждать национальность без разбора и развлечения, осуждать всех, наказывать всех, или писать в Яндекс.Такси, если таджик, то не поеду. Это первый шаг, задумайтесь к тому, чтобы от этих нелюдей, от них, от этих зверей, ничем не отличаться. А все попытки быстро закрыть проблему через смертную казнь, ну это популизм, это попытка купировать ваше разочарование. Мы готовы собираться, анализировать, смотреть законопроекты. Если бы можно было просто ввести смертную казнь и решить проблему мирового терроризма, то мирового терроризма уже давно бы не было. Прозвучали предложения о возврате смертной казни, никто смертную казнь не отменял. Ну и конечно, миграционная политика, публичная безопасность, мероприятий тут оригинального вам никто ничего не скажет. Должны пересматриваться. Но только происходить это должно, не как обычно. Когда происходит что-то, мы такие, надо пересматривать. На 6200 зрителей три контролера. Проходит время, опять что-то происходит, и мы такие, а что не пересмотрели-то? Не-не-не, секундочку. Может смертную казнь пока что введем? И все снова что-то второстепенное обсуждают на этих эмоциях, упускают суть конструктивных предложений. И страшно представить, а сколько бы жертв было, если бы не парни, герои, которые без какой-либо подготовки. Простые ребята, которые внутри оказались. Вот если бы они не выводили всех этих людей. Все оказались в тупике. Мы с ребятами это увидели и решили все взять свои руки, развернули их и повели в нужную сторону. Как раз там открыли аварийный выход. С работниками старались убедиться, что все люди вышли, эвакуировались, и что мы никого там не оставили. Мне страшно представить, что бы было тогда. И страшно представить, а что бы было, если бы все эти люди оказались заперти. Или если бы террористов было не четверо, а больше. Это могло быть в любой точке Москвы. Почему они выбрали Кропус? Тоже интересный момент. Ну а я хочу принести искренние соболезнования родственникам всех погибших. Это страшный день, я не знаю, что сказать. Я знаю, что, чтобы я не говорил, никакие слова, никакие деньги, никакие действия теперь уже, к сожалению, никому не помогут. Время не вернуть. Давайте постараемся жить дальше и не повторять прошлых ошибок. Обязательно подписывайтесь на канал. С вами был Николай Соболев. Оставляйте ваши комментарии. До скорых новых встреч, друзья. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова